Смотреть на историю Церкви не глазами этого мира, а дай нам Бог смотреть на историю глазами Его, чтобы нам не скатиться на уровень на самом деле этого мира. И я меньше всего преследую цель дать повод гордиться кому-то из присутствующих, превозноситься перед другими. Вообще осуждением других христиан, других динаминаций мы друг друга, мы ничего не сможем сделать вообще. Осуждением мы не сможем быть никому, мы навредим и себе, и окружающим лишь. Мне очень нравится одна притча, очень мудрая притча. Ее рассказал один из моих любимых пастырей, это пастор Алексей Ледяев из города Риги. И притча называется так, «Ставни и свечи». Он сказал однажды так, «Представьте, на улице яркий солнечный день, но люди сидят в полумраке, при свечиках, потому что ставни все закрыты. И вот зашел с улицы, говорит, человек, он поморщился, он стал критиковать их за их мрак, за их малый огонь, его выгнали. Другой зашел, он стал тушить эти свечи, пробовать, его тоже выгнали. Третий зашел, посмотрел, посмотрел, он вышел и стал открывать ставни. И пришел свет, и люди сами потушили свои свечки. И вот мудрость притча такова, что мы не признаны критиковать людей за их малый свет, за мало света, мало в их жизни вообще. Или пытаться тем более тушить то малое, что у них есть, святое. Но мы признаны давать свет, который несравненно более велик, самого Иисуса Христа являть. Свет, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Каждого человека, абсолютно каждого. Верующего, неверующего, любящего Бога, нелюбящего Бога. Потому что всякое даяние благое и дар совершенна сводят от Отца Светов. Только верующие, мы знаем, от кого это благо в нашей жизни. А неверующие, подобляясь животным, они не знают, от кого это благо в их жизни. Хорошее все в их жизни. Здоровье, процветание, счастье. Они не понимают, от чего это, от кого это. Они думают, и чаще всего верующие опускаются на уровень такой очень низкий, и они приписывают все доброе в своей жизни, обычно, ну, своим связям хорошим, или своему здоровью крепкому, или своему уму гибкому. Но на самом деле, мы верующие, мы однажды тоже так думали когда-то, но однажды мы прозрели. И мы поняли, что всякое даяние благое, оно от Отца Светов. Оно от Бога в нашей жизни. Слава Иисусу! И даже до того, как мы пришли к Богу, в нашей жизни было тоже много доброго. У кого-то меньше, у кого-то больше. Это тоже было от Бога. Мы просто не знали этого. От кого же это доброе в нашей жизни? Слава Иисусу! И вот вчера вечером я рассказал некоторые моменты, очень даже такие настораживающие моменты. Кто вчера не был, поднимите, пожалуйста, руку. Не был. Ага, многие не были. Так, ну, для тех, кто не был, советую все-таки просмотреть вчерашнюю запись. Все писалось на видео. Хорошая камера, хорошее будет качество, звука, картинки. Поэтому сможете все это внимательно просмотреть, прослушать. Тем, кто был вчера, я напомню. Тем, кто не был, скажу, что вчера коснулся я темы очень важной. Тема многобожия в христианстве. Вообще, друзья мои, многобожие – это страшнейший грех, наверное. Это такая раковая опухоль в теле Господнем. Метастазы многобожия сегодня тело Христова уничтожают фактически, разъедают. И я верю в воскресение Христова. Я верю в силу воскресения Христа. И церковь Христова воскреснет. В это третье тысячелетие я верю, что Господь воскресит свою церковь. Встань спящий, сказано Павлом было. Воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Аминь. И еще Иисус сказал, у Иоанна записано 11.25. Я там в воскресенье с утра об этом говорил в месте Писания. Там написано, я есть воскресение и жизнь. Жизнь, воскресенье и жизнь. И верующий в меня, даже если и умрет, оживет. Аминь. Я верю, Господь поднимет христианство. И в частности православие. И вообще общее христианство воскресит церковь. И мы увидим славу Божью в церкви. Аминь. Друзья мои, и многобожие, очень важная тема, друзья мои. Когда Господь являлся, и Он начал говорить, 20 глава книги Исход. Можете это посмотреть у себя в Библиях. 20 глава книги Исход. Это 10 заповедей. Это слова Бога. Это обращение Бога к человечеству. Это обращение Бога, когда Он впервые вот так четко, ясно донес до всех нас, что же Он хочет вообще. Как Он видит этот мир. И вообще, кто же Он такой. В этих 10 заповедях просто-напросто уместился сам Бог. И первое, что Он сказал там, в 20 главе Исхода, это было следующее. Я, Господь, Бог твой, вывеча тебя из дома рабства, из земли египетской. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. То есть первое, что Бог сказал там, являясь на Синае, Он сказал, только Я. Никто другой, только Я один для тебя. Только Я единственный неповторимый, друзья мои. И вообще, вся Библия полна этих слов. Иисус, кредо Иисуса Христа, символ веры самого Иисуса. Это Матфея 4, 10 сказано. Матфея 4, 10, 4 глава, 10 стихом сказано. Иисусом сказано было самим. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Аминь. Только лишь Ему поклонение, только лишь Ему служение наше принадлежит по праву. Аминь. Друзья мои, и вся Библия полна вот этих выражений, высказываний. Господь говорил многократно через пороков, через апостолов, чтобы только лишь Он, только Он, только Он. Знаете, вроде бы такое эгоистичное заявление. Послушай, Господь, но почему только Ты? А нельзя ли бы кому-то еще обратиться? Ведь бывают времена, когда Ты молчишь. Нельзя ли людям попросить кого-то еще? Мало ли святых? Мало ли ангелов? Друзья мои, соблазн многобожий, он преследует, как древние проклятия, род человеческий. Соблазн многобожий весьма велик. И для христиан сегодня также. И сегодня христианство, оно полно многобожия. Сегодня по самым скромным подсчетам, две трети, как минимум, христиан, они инфицированы этими опасными бациллами, этой опасной инфекцией многобожия. Сегодня православная, католическая, традиционная церкви, некоторые протестантские деноминации, я знаю, такие в Западной Европе деноминации протестантские, инфицированы этими опасными бациллами многобожия. И вчера я рассказал очень интересный пример такой, что сам я раньше также молился очень многим, обращался ко многим умершим святым, к ангелам обращался за их поддержкой, помощью, как бы молитвенной поддержкой, не понимая, что у меня уже есть, как у христианина, самая величайшая молитвенная поддержка во всей вселенной. Это сам Иисус Христос, который во Святом Святых со своей драгоценной кровью за меня предстоит, каждый день и ночь. Просто как бы я не понимал этого, закрыто было от меня это, Бог века сего ослепил мой ум тогда. И я осознавал свое недостоинство, греховность, и я молился разным святым, своему небесному тезке, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, многим другим святым, прося их о помощи. Но однажды, однажды, Божье Слово, 10 лет назад, когда Божье Слово, оно вновь заговорило в мою жизнь, эти слова самого Иисуса, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи, они просто порезали по-живому, живое Слово пришло в мое сердце. И апостол Павел написал следующее, 1 Тимофею 2,5, 1 посланник Тимофею 2,5 стихом сказано, Един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Друзья, есть посредник величайший, это сам Иисус Христос. И меня осенил, мне было даже не по себе, ведь если я молюсь кому-то еще, если я прошу ангелов при всем уважении к ним, даже к самым сильным из них, этим самым я показываю, что якобы крови Иисуса Христа было пролито недостаточно, чтобы меня искупить, чтобы Бог открылся мне, чтобы я был слышим Богом вообще. Друзья мои, Иисус рассеивает всякое-то недоразумение религиозное, которое и в то время царило порой, а сегодня еще больше царит. И Он сказал, когда учил молиться христиан, учил молиться своих учеников, Он говорил, что расслабься, успокойся. Перед тем, как ты начал молиться, Отец уже знает то, о чем ты будешь просить. Ты будешь молиться, Он уже прекрасно все знает, Ему все открыто. Нет еще слова у нас на языке, а Бог уже знает его, Давид пишет. Слава Иисусу, друзья мои, слава Господу. И христианин, который молится кроме Господа, кому-то еще, прося ангелов о помощи или обращаясь к умершим святым, при всем уважении ко светлой памяти, мы не можем никого больше умолить перед Отцом. Но есть посредник, есть первосвященник, есть ходатай Нового Завета. Это сам Иисус Христос. Сам Господь Иисус Христос. Его святой крови достаточно было пролито, чтобы спасти каждого из нас. Аминь. И, друзья мои, здесь все очень просто, казалось бы. Но однажды меня забеспокоил такой вопрос. Тогда я в 96-м, я был просто сельским священником на приходе в селе. И мне было интересно, но ведь в моем храме обращаются к разным святым, и я пою молебно разным святым. А как это появилось в церкви? Кстати, есть очень интересная книжечка. Она так и называется. «Откуда все это появилось?» Откуда все это появилось? Автор Павел Рогозин, баптистский проповедник, очень интересный историк тоже в церкви. И книга называется «Откуда все это появилось?» Я вам рекомендую ее прочесть. Павел Рогозин. И вот, как и Павел Рогозин, я со своей стороны также в своей динаминации. Он в баптистской динаминации, я в православной динаминации. Тоже я копал этот вопрос, искал ответа на этот вопрос. Откуда появился вот этот феномен обращения к разным посредникам, к Богу? Как бы откуда это появилось? Ведь первое христианство, вчера я об этом говорил, первое христианство первых 300 лет по меньшей мере не знало ничего подобного. И первым христианам, в том числе и тем мученикам многочисленным, которых съедали львы, тигры на аренде теху публики римской, этим пролетариям римским. Вы знаете, им и в голову не приходило обращаться кому-то еще, кроме Господа. Поклоняться кому-то из ангелов. Хотя, друзья мои, соблазн наверняка был для многих из них. Знаете, очень интересно. Если у вас Библия с собой, можете открыть вместе со мной сейчас книгу Откровений. Опять-таки, это мы читаем сейчас не для осуждения апостолов, но для рассуждения определенного. Нам нужно из Писания учиться кое-чему важному. И вот, Откровение Иоанна Богослова. Потому что вообще в Библии, чем Библия уникальна вообще? В Библии рассказываются не только хорошие поступки апостолов, не только их и святых мужей Божьих, не только пророков с хорошей стороны Господь раскрывает их жизнь, но также и их ошибки. И этим книга как раз Библия и правдиво показывает, что есть человек. На самом деле, кто есть человек. Так, какое место Писания? Сейчас, секундочку. Давайте вначале... В начале 19 главу прочтем. Из 19 главы прочтем, да, а потом завершающей главы. Здесь два эпизода описываются. Одним словом, в завершении книги Откровения описываются два эпизода. Падение апостола Иоанна. То есть его грубейшая ошибка. Напомню, апостол Иоанн, это не новичок веры, это тот, кто был рядом с Иисусом постоянно, это тот, кто находился во время того, как получал откровение за Слово Божье, за зверество Иисусова, но он находился в ссылке на острове Патмос. Это был уважаемый человек, это был столб христианства. Но, друзья мои, и столбы падают. И мы видим на примере 19-й и последней главы Библии, как этот столб, он чуть либо было неукончательно. Это было очень страшно.